Всем здравствуйте! Сегодня Андрей Разин сделал шокирующее заявление. Продюсер был очень удивлен, когда узнал, что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов и композитор Сергей Кузнецов переложил на него вину в потере музыканта. Дескать, довел Шатунова бесконечными разбирательствами. А в чем тут моя вина? Я на Юру в суд не подавал. Это он вместе с Кудряшовым и Кузнецовым начал со мной разбираться из-за авторских прав на старые песни «Ласкового мая». По словам Разина, Кузнецов продал ему авторские права еще 30 лет назад, а Шатунов всегда заключал с ним и его партнерами безвозмездные лицензионные договора. И никаких проблем с исполнением этих песен у него не возникало, заявил продюсер. Разин заверил, что также предупреждал Шатунова о том, что разборки с ним бесполезны, поскольку его партнеры – американцы, и здесь, в стране, все равно не могут отобрать эти права у них. Какой бы вердикт они не вынесли. В итоге, говорит продюсер, музыканту пришлось вкалывать на адвокатов, проводя концерты чуть ли не каждый день. Это и вымотало сердце музыканта. Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня от сердечной недостаточности. По словам Андрея Разина, приступ у артиста случился еще 15 июня на концерте в Зеленограде. Тогда, заявил Разин, Шатунову вызвали скорую помощь, сделали ему укол. После чего артист опять вышел к зрителям и продолжил выступать на сцене. Юра ушел со сцены и свалился на кушетку. Ему вызвали скорую. Попросили сделать какой-нибудь укол. А от госпитализации в больницу отказались. И Шатунов практически в прединфарктном состоянии пел еще час. Юрий очень плохо выглядел в тот день и пел, превозмогая боль. Отметил Разин. Вот и кто, получается, довел Юрия до такого печального исхода. Да разбираться можно еще долго, а человека уже нет. Остались только бесконечные проблемы, с которыми придется столкнуться семье Шатунова. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.